Привет ребята, на связи с вами Серега, спасибо за лайки и в этом занятии мы будем делать вот такую штуку, то есть будем подготавливать preloader на css3, это не картинки, это действительно анимация на css3, все это сделано вручную и идею для этого занятия я подчеркнул на одном зарубежном источнике, ссылку на первоисточник я конечно же оставлю в описании под этим видео, так что проходите. Смотрите, действительно интересно сделали и это будет только первая часть занятия, во второй части занятия мы вот из этого preloader на css3 сделаем настоящий preloader, который будет отображаться на сайте до его загрузки. Итак, поехали, первым делом скачайте к себе на компьютер архивчик statlighten в описании под этим видео, распаковывайте и папочку переименовывайте в preloader css3. Эту папку открываем в нашем редакторе, сразу же показываю живой просмотр, чтобы вы видели все вживую и начинаем писать. Ну давайте сначала мы разместим заголовок и напишем, так, preloader на css3. Все, отлично. Теперь давайте мы перейдем с вами в стиле и заведем первые, так сказать, базовые стили. Во-первых, давайте мы пропишем background, какой-нибудь 222, вот такой темненький, на темном фоне мне больше нравится, как это все выглядит. Затем мы заведем main и здесь, да, кстати, давайте мы добавим цвет fff, пускай будет, а у main давайте напишем, да хотя везде давайте мы тут тоже напишем так. Тут в принципе так все будет нормально работать. И теперь для тега h1 давайте мы напишем следующее. Во-первых, мы сделаем его font-weights normal, так, затем добавим текст shadow, так, и здесь будет 1 пиксель, 1 пиксель, так, 4 пикселя, решетка 1, 1, 1. Все, вот такая тень будет небольшая. И также давайте добавим margin 50 пикселей, так, 0. Все, отлично. Так, теперь давайте мы назад вернемся в файл index.html и здесь сделаем еще одну штуку. Мы заведем первый div с классом round и давайте напишем единичка, пускай будет так. Все, больше нам тут заводить ничего не понадобится, наш preloader будет состоять из одного вот этого divа. И сейчас давайте мы с вами зайдем чуть ниже и здесь заведем стили для класса round. round 1, так, и в первую очередь давайте мы заведем границу, чтобы нам было все видно. 3 пикселя, solid и решетка, я уже определился с границей. Так, BAC 900, вот такая граница у нас получится. Что ж, друзья, замечательно. Теперь давайте пропишем сразу же, так, размер. Хотя, давайте вот мы ниже еще заведем один раунд, точно такой же, вы потом поймете, почему я это сделал. Так, и тут давайте уже прописывать ширина 150 пикселей, так вот, так, высота, height тоже пускай будет 150 пикселей, так, и margin давайте 50 пикселей auto. Так, вот так вот, все, замечательно. Так, и теперь смотрите, у нас там, получается, в оригинале идет три полоски, да, так вот, эти полоски идут за счет псевдоэлементов after и before. Поэтому давайте мы их заведем. Так, сначала мы тут заведем round 1, двоеточие, before. То есть, это будет элемент, который идет до, и потом точка round 1, двоеточие, after. Это будет элемент, который, получается, у нас идет после. Так, и вот теперь давайте мы здесь поставим запятую и добавим сюда, так, round before и сюда добавим еще round after. То есть, у нас, получается, будет сразу идти общие стили для вот этих, для элемента и его псевдоэлементов. Так, теперь мы все это дело будем с вами позиционировать, поэтому давайте мы здесь напишем position relative. А для наших элементов давайте мы тоже заведем отдельные общие стили. Так, round before, запятая, и round after. Так, отлично. И здесь давайте мы напишем контент. Так, пустой, пускай у нас будет. Так, и теперь мы идем сюда и тут прописываем. Во-первых, смотрите, как мы это будем делать. Да, тут position absolute. И вот сейчас мы можем издеваться над ними, как захотим. Размеры давайте мы будем выставлять при помощи позиционирования. Итак, смотрите, я, например, пишу top, так, ну сколько там, давайте 10 пикселей. У нас, видим, квадратик отходит на 10 пикселей. Затем left, давайте напишу 10 пикселей. Затем right, 10 пикселей. И затем bottom, 10 пикселей. Все. И у нас получается вот такой квадратик. Теперь мы все это дело с вами копируем. Вставляем сюда. И здесь делаем, в принципе, то же самое. Только давайте мы отступим не на 10 пикселей, как у нас тут везде идет, а на 23. То есть, на 10 пикселей еще и плюс 3 это толщина границы. Поэтому пишем 23. И получается вот такая равномерная штукенция. Так, что нам осталось сделать? Это все покрасить по-своему. Поэтому тут, так, давайте мы сделаем вот что. Во-первых, мы зададим border radius. Так. И напишем 50%. И у нас получаются такие кружочки. И вот теперь, друзья, смотрите, я этот цвет полностью вырезаю. А тут мы пишем transparent. Все. И сейчас мы тут делаем border. Так, top color. Ставим вот этот самый цвет. Точка запятой. И у нас появляется вот такая линия. Так. И то же самое мы, в принципе, проделываем для всех остальных элементов. Так, border top color. И здесь тот же самый. Border top color. Так. И вот теперь давайте мы цвета эти заменим. Здесь напишем 00ABD4. Такой синенький цвет. А здесь поставим красненький. FF1400. Все. Так. В принципе, у нас кружки готовы. Теперь можно делать для них анимацию. Так. Давайте мы этим и займемся. Так. Пишем. Где-то у нас собака. Keyframes. Так. Или давайте я лучше сразу вот так вот напишу. Отлично. KF. Собака KF. И так. Тут я удаляю O и MOS. Они тут уже не нужны. А вот вебкит у нас остается еще. Так. И здесь в from мы что делаем с вами? Так. Задаем новое свойство. Так. Это будет transform. Так. TF. Так. Здесь для оперы я эту штуку тоже поудаляю. И здесь мы пишем следующее. Так. Что ж нам тут написать? Это анимация вращения. Называется rotate. Rotate. И в скобочках пишем 0 deck. То есть изначально наша анимация не двигается. То есть 0 deck. Поворот 0 градусов. И потом она идет до конца. Точнее самого. Так. Давайте мы это все дело вставим с вами сюда. Вот так вот. И тут уже меняем вот эти 0 градусов на 360. То есть получается у нас цель анимации это провернуться на 360 градусов. И тут давайте напишем spin. По-английски это вращать. Так. Что-то наподобие этого. В принципе все. Теперь я вот это дело все копирую. И вставляю сюда. То есть тут видите в маске frames идет тоже с префиксом webkit. То есть похудо еще не все браузеры поддерживают. Поэтому префиксы вот эти оставляем. Так. В принципе все. И теперь мы идем к нашему кружочку. Вот этот раунд. Да. И здесь добавляем свойство animate. Так. Animation. Вот. Давайте даже не так. Я напишу anim. Нажму tab. И у меня тут сразу все распаковалось. Для оперы я это уберу. С префиксами видите сразу все идет. Это плагин emit если кто еще не помнил. Он так умеет делать уже. И теперь давайте мы пропишем следующее. Во-первых пишем название анимации. Spin. Затем пишем сколько она должна длиться. Давайте напишем одну секунду. И после этого мы указываем. Так. Infinity. Так по-моему я правильно написал. Мы это еще узнаем. И линия. Все. Так. Infinity. Нет. Неправильно я написал. Вот так. Так. И видим. У нас начала бесконечно вращаться эта анимация. Обратите внимание. Что мы задали анимацию вращения только нашему кругу round 1. Но так как все наши вот эти round before и after относятся к этому кругу. Они начинают вращаться вместе с ним. И теперь наша задача с вами это сделать так, чтобы они вращались по-разному. Поэтому я отсюда копирую вот это самое свойство. Так. И вставляю куда его? Давайте сюда. Так. Здесь мы сделаем. Видим. Начало быстрее вращаться. Синяя у нас. И то же самое сделаю для round 1 after. Так. Все. Пошло. Давайте я обновлю страницу. Так. Видим как поехало. Поплыло. Да. И тут давайте мы сделаем теперь. Например. 2 секунды. И 3 секунды. Оп. Видите. То есть. Вот так у нас все это дело вращается. Прикольно смотрится. Согласитесь. В принципе мы здесь сделали первую анимацию. И я просто почему хочу вам показать еще второй вариант. Чтобы вы не ограничивались этим. Потому что сделать можно много действительно интересных вещей. Давайте мы сделаем копию нашего класса round 1. Так. Сохранимся. Так. Обновимся. Видим. Вот он появился у нас ниже. Так. И тут давайте мы напишем еще anti. Пускай будет класс anti здесь идти. А тут ниже. Мы сделаем копию вот этого всего. Так. Стоп. Spin. Сюда мы тоже вставляем. Видите. Я не поменял. Не забудьте поменять название анимации. И тут вставляем все что мы скопировали. И пишем уже не spin. А anti spin. То есть сделаем чтобы она вращалась в другую сторону. Кое-что из этого. Так. И тут пишем. Получается. Там где у нас идет 360 градусов. Мы просто добавляем минус. И у нас теперь будет все крутиться в другую сторону. Но это конечно при условии. Что мы все это с вами сейчас пробацаем в стилях. Итак. Что же нам тут сделать. Смотрите. Давайте мы воспользуемся нашим классом anti. И напишем двоеточие. Так. У нас after. Это тот который красненький идет. И напишем двоеточие after. Так. Отлично. И здесь мы поменяем анимацию. Давайте мы выберем ту же самую анимацию. Оставим здесь покуда одну секунду. А тут напишем anti spin. И видим. Наша вот эта красная полосочка. Она застряла. Почему? Потому что эта анимация заставляет ее вращаться в другую сторону в одну секунду. А анимация его главного прародителя. Так скажем. Заставляет вращаться скоростью в одну секунду. Но в другую сторону. Получается все застывает. Поэтому чтобы она начала двигаться в другую сторону. Нам надо прописать например точка 5s. То есть 0.5 секунды. И она начинает уже вращаться. Напишем 1. Она будет вращаться уже вот так вот быстро. Так. Так вот друзья. Смотрите. Давайте мы напишем покуда 0.5. Чтобы вы все это видели. Скопируем здесь все это дело. Вставим сюда. И тут давайте мы поменяем значение на 43. Сделаем чуточку поменьше. Так. Отлично. И теперь давайте мы также добавим сюда еще одно свойство. Border Top Color у нас есть. Только его поменяем на Border Bottom. Так. Все. Вот так вот. И у нас получается уже вот такая штука идет. Видите. В другую сторону. Теперь мы ее просто увеличиваем ее скорость. Так. И видите. Какая у нас штука получается. Так. И так. В принципе здесь все. И сразу хочу у вас попросить. Чтобы вы не ограничивались только этим. Например. Смотрите. Когда у нас все быстро вращается. Мы можем сделать вот такой эффект. Если будем менять размеры нашего круга. Получается. Там Border Radius стоит. Ну и видите. Как это все работает. Да. Так. Давайте еще тут. Ну то есть тут можно сделать действительно много таких вот прикольных вещей. Да. И здесь надо сразу говорю. С этим всем разбираться. Давайте я все назад поставлю. Так вот друзья. В принципе. На этом все. Надеюсь вам урок понравился. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и конечно же делитесь этим видео. На связи с вами был Серега. Скоро встретимся в новых уроках.